Два миллиона рублей, титул Мисс Офис, имеют все шансы получить три хабаровчанки. Девушки прошли региональный отбор международного конкурса. Не Мисс Мира, конечно, но этот конкурс тоже имеет определенный статус в мире моды. А сами красавицы признаются, что стараются участвовать во всех подобных мероприятиях. Ведь рано или поздно это должно же привести к успеху. Современные тренды конкурсов красоты. В репортаже Татьяны Репиной. Несколько документов на подпись. Одна с приколками, а другая с кадром. В обычной жизни выпускница модельной школы шагает не по подиуму, а по коридорам молодежного центра. Софья Строганова работает секретарем. В перерывах между заполнением рабочих документов заполняет заявки на всевозможные конкурсы красоты. В послужном списке пять крупных конкурсов Дальнего Востока. И вот теперь выход на международный уровень Мисс Офис. Свою модельную школу хотелось бы, может быть, открыть. В модельной сфере вот этой развиваться мне это очень нравится. Конкурсы, да, это вот это соперничество постоянное. Были у нас случаи на конкурсе, когда и подрезали каблуки, и на подолы наступали, девочки падали прямо на сцене. Да, это все есть. Не во всех, конечно, конкурсах. Соперничество, а может, даже отдельный вид спорта. Слабакам здесь точно не место, считают организаторы конкурсов красоты. В Хабаровском крае их проводят с 1988 года. Самых очаровательных искали среди будущих мам, офисных сотрудников и даже заключенных. 20 лет назад главной для победы была именно красота. Сегодня приоритеты поменялись в тренде свобода самовыражения и образ успешной деловой женщины. То есть на сегодня, если ты идешь участвовать в какой-то конкурс красоты или конкурс очарований, у тебя оттуда приходит достаточное количество картинок. Это является твоим контентом для Инстаграма. А Инстаграм у нас помогает монетизировать некоторые вещи. Раньше это были определенные эталоны красоты на ближайшие годы. Давайте все будем стремиться быть такими же худенькими, с такой же пышной грудью. От статуса конкурса пропорционально увеличиваются ставки. В Мисс Офис, например, обещано 2 миллиона рублей. Из сотни участниц на международном кастинге разглядели еще двух оборовчанок. Директора по развитию бизнеса Ольгу Васильеву и менеджера Яну Дудник. К проискам конкуренток им предстоит подготовиться, если выиграют в интернет-голосовании. Финал состоится уже в очном формате на московской сцене. А в полуфинал выйдут 100 претенденток из России и зарубежья.